Всем привет! Вы смотрите 14 выпуск «Прямой связи». Это видеоформат, в котором представители команды «Калибра» отвечают на вопросы, которые вы, наши игроки, оставляете в социальных сетях, в комментариях, и которые получают наибольшее количество лайков от других пользователей. Сегодня я, Андрей Шумаков, буду отвечать на новую порцию таких вопросов. Поехали! Первый вопрос ожидаемо посвящен материалу. Накопилось много материалов одного типа, но не выпадают другие нужные материалы. Будет ли введена возможность обмена материалов или их покупка? Отмечу в первую очередь, что в версии 0.10.0 мы добавим игровые механики, которые помогут пользователям получать именно те материалы, которые им нужны. Во-вторых, что касается обмена материалов одних на другие, мы не планируем вводить такой возможности на постоянной основе, но, вероятно, будем проводить акции, ну, как, например, выходные с двойным опытом, в течение которых вы сможете по определенным условиям обменять одни материалы на другие. Следующий вопрос по техническим проблемам. В начале боя наблюдаются просадки, FPS и лаги, особенно в режиме фронт. Скоро ли исправите? Хотим исправить как можно скорее. Наши лучшие программисты работают сейчас над исправлением этих трудностей, которые возникают у игроков в начале боя, исправление низкого FPS в начале боя и лаги. Мы будем держать вас в курсе того, как мы решаем эту проблему. Надеюсь, что как можно скорее мы это починим. Следующий вопрос. Бывает, загружаясь в бой, и все уже мертвы. Можно ли увеличить время ожидания, чтобы далее загрузиться одновременно с остальными? На самом деле время ожидания остальных игроков во время запуска батча составляет 1 минуту. По имеющейся у нас статистике, относительно невысокий процент игроков, если не ошибаюсь, 8, загружаются дольше, чем 60 секунд. Поэтому, да, мы продолжим работать над тем, чтобы ускорить время загрузки игроков в бой, но не считаем, что сейчас нам стоит значительно увеличить время ожидания игроков перед боем. Следующий вопрос. Выкидывают из боя и сразу дают штраф за дезертирство без возможности вернуться в бой. Когда исправят эту проблему? Это одна из технических особенностей, исправить которую мы сейчас также стараемся. Кроме того, мы планируем увеличить время, в течение которого можно будет вернуться в бой, не получив наказание. Следующий вопрос. По описанию способности оперативника не всегда понятно, как я буду им играть и как ведет себя оружие. Добавите ли возможность опробовать ее в тренировке? Нет. В ближайшие, пожалуй, полгода мы точно не планируем добавлять такой возможности. Следующий вопрос касается режима фронт. Там есть задания на захват документов и уничтожение особо опасного врага. Будут ли какие-то новые дополнительные задания? Прямо сейчас наши миссион-дизайнеры, дизайнеры миссий, работают в том числе над улучшением развитием режима фронт. И изменения, которые мы хотим туда привнести, касаются в том числе изменения правил для дополнительных заданий. Возможно, будут добавлены новые. В общем, следите за новостями. Мы планируем об этом рассказывать. Как-то будем тестировать этот режим. Следующий вопрос. Иногда очень часто выпадает одна и та же карта, а хочется поиграть на других. Планируется ли возможность выбора карт, на которых я хочу играть? Иногда очень часто. Сложная формулировка и тем не менее отвечу. Во-первых, мы предусмотрели такой случай. А это значит, что игрок с очень низкой вероятностью получит ту же самую карту, на которой только что играл. Особенно если вы играете в отряде, то вероятность такого очень-очень низка для каждого из режимов. Например, если вы играете в четвером зачистку, то пока вы не отыграете на всех картах с разными вариациями, вы не вернетесь снова на ту, на которую начинали. В случае, если вы играете с рандомами, такая вероятность чуть выше, но мы сделали специальную систему, которая делает так, чтобы эта вероятность была очень низкой. Следующий вопрос. У меня есть много идей, как улучшить игру. Я отправляю их в Центр поддержки пользователей или пишу комьюнити-менеджерам. Вы их получаете? Да, мы их получаем. Мы получаем сообщения и из Центра поддержки пользователей, и нашей службы поддержки, и от комьюнити-менеджеров. Кроме того, многие в команде Калибра постоянно, регулярно читают ВКонтакте, Дискорд, Телеграм, и поверьте, когда выйдет версия 0.10.0, а это уже довольно скоро, вы можете обратить внимание на то, что в списке изменений есть те вещи, те правки, о которых вы, игроки, нас просили. На этом с вопросами все. Пожалуйста, задавайте нам новые, присылайте, мы с удовольствием и интересом их читаем и обязательно ответим, например, вот в формате такой прямой связи. Спасибо еще раз, до встречи в бою, всем счастливо!